Доброе утро! Привет из Еревана! Я с утра поставила доваривать варенье. Сегодня уже третий день, последний для варки. Ягоды превратились у нас в такие пропитанные весьма шарики. А водичка у нас превратилась практически в такое стремящееся желироваться вещество. Поэтому сейчас ставим снова минут на 20 кипятиться. Добавляю на это количество на килограмм. Наверное, треть чайной ложки лимонной кислоты. И все, варенье будет готово. И есть можно будет не только ягоды, но и саму вот эту жидкость, которая из просто водички превращается в очень вкусную субстанцию. Вот так вот это выглядит на второй день. Ягоды за ночь у меня пропитались сиропом уже. Такие стали прозрачные, недового, очень красивого цвета. А сам сироп еще вода водой. Так, после 15 минут выключаю и оставляю на сутки опять. Видите, некоторые ягоды сдулись при варке. Ничего страшного, у нас есть еще одни сутки для пропитывания. И вот такие вот две банки варенья у меня получились. Банки по 450 миллилитров. Варенье вот такого вот красивого цвета. В процессе варки этот сироп, естественно, разжижается. Но когда вы его кладете в банку и он остывает, он снова превращается в желе. Лимонную кислоту я кладу во все абсолютно варенье для нескольких целей. Во-первых, консервант. Во-вторых, чтобы оно не засахаривалось. И в-третьих, чтобы подобное вот этому слишком сладкое варенье, варенье из, допустим, инжира, из черешни, оно очень сладкое, чтобы немножечко это нейтрализовать. Мы с Кристиной пришли в центр для того, чтобы распечатать ее диплом. Кристина, подержи пакетик. А, вот ее диплом. Вот такой толщины. Осталось отнести его в университет и получить свои дипломы. Я уже говорила, что и российского образца, и армянского образца дают дипломы. Мы рванули с утра не по завтракам, поэтому сейчас зашли в Киевси по быстренькому перекусим. И смотрите, как здесь дерево культурно оставили, не срубили, а оставили прямо в помещении. Мы вышли на улицы, хотим посидеть не в помещении. Пошли вон там вроде никого нет. Там тень же есть. Кристина отращивает свой цвет волос, поэтому у нее на голове такое. Все туда. Деревенскую картошку стрипсы на двоих мы взяли. У нее панини, соус и кола. Еду взяли. Боксмастер, он дома дрыхнет, отказался с нами идти. В общем, всем, кто ест, приятного аппетита. Все, мы вышли на улицу Абавяна. Сейчас спустимся вот сюда вниз в подземный переход. Это торговый центр Метроном называется. Зайдем сюда, в Миннесо. Потому что у них очень хорошие пластыри, а сейчас летом это очень актуально. Если они там есть, в общем, мы за пластырями идем. Что это? Недельный планер на неделю. Он, наверное, отрывной. Ну, отрываешься, берешься. В общем, что мы тут остановились. Тут такие прикольные закладки магнитные. В смысле, прикольная упаковка. У них только колбочки. Ну, у них всегда интересные такие канцелярия. А то, что нам надо было, нет. Пластыря нет. Вот Эду беру маску для сна. Его совсем порвалась. А вот это что? Блокнотики, что ли? Ой, зачем они в ящик-то положили? Интересно. Когда в бане тесно. Вит, ты что, ничего не надо из этого? А тебе эти не надо было? Маркеры? А? Нет? Такие всякие штуки. Ручки, краски, резинки. Вот это вот по две ручки в наборе новинка не было раньше. О, какие бриллианты. Обалдеть, не встать. Ладно, пошли рассчитываться. Мы двинулись в сторону каскада. Хочу мороженки. Потому что на улице, несмотря на то, что еще не очень поздно. В смысле, не день, прям вот день. Не полдень, когда пекло. Но уже весьма жарко. Вот это вот метро Еритов-Сардакан. Или молодежная задняя часть. Вход вот с другой стороны этой трубы. Мы сейчас идем по улице Московяна. Вот это вот. Вот это. Она туда переходит в улицу Сарян. А мы сейчас перейдем в проспект Маштоца. Обогнем вот это здание. И зайдем... Я возьму себе мороженое. Кристина отказалась. Я еще не решила, может быть, я мороженое хочу или я моти хочу мороженое. Надо, в общем, подумать, пока дойдем. А это проспект Маштоца. Не было моего облепихового мороженого. Поэтому пришли вот сюда. Не помню, как называется. Это заведение, где бабл-ти продают. Вот такой значок у них. И мы взяли моти. Я взяла маракуйю, манго и малину. У Кристины ваниль. Короче, манго, маракуйя очень вкусная. А вот эта вот малиновая вообще невкусная. Там, по-видимому, должен был быть сорбета, а не мороженое. Но он у них не удался. Там просто какой-то лед хрустит на зубах. И вообще скажу я вам честно, что моти вкуснее Мона. Мона называется. На Саряна находится. Они там и больше, и дешевле. Вкуснее. Сейчас идем здесь вдоль. Тут пешеходный тротуар. Переходит прямо через столики кафе. И такое впечатление, что у нас здесь филиалы рано. Не знаю, что у них за праздник, но они все здесь. Вот все, мы такси вызываем, садимся, едем домой. На каскаде фонтаны включили, видно, да. И я не представляю, сколько сейчас градусов. Вот на этих скульптурах, там, наверное, можно яичницу жарить. На попе этой тетеньки, лежащей там. Вы думаете, куда эта Кристина вклеила? Оставила, в общем, послание для деканата и потомков. Мы уже дома. Я готовлю ужин. На гарнир у меня будет бигус. Кстати, вот это такое блюдо, как бигус. Ну, это тушеная капуста с картошкой, да. Я впервые попробовала в Нижневарцевске на работе, в родильном доме. Как ни странно, это блюдо готовили для родивших женщин. И потом всю ночь на дежурстве нас, неонатологов, вызывали к детям, которые мучились животами после того, как их матери наедали с этого бигуса. И, в общем, тогда я его впервые попробовала и периодически делаю. Так, в качестве мяса у меня будет стейк. Вот такой вот я стейк сейчас буду жарить. Он у меня в соли постоял несколько часов. Буду делать салат. Вот эту вот зелень я насобирала на даче. То, что я выращивала. Здесь в основном рукола. И вот такая вот японская капуста. По-моему, мизуно называется, насколько я в курсе. Целый тазик я насобирала, намыла. Буду делать салат. Либо с фетой, либо с моцареллой. Еще пока не решила. Я уже говорила, что у этой фирмы очень вкусная моцарелла Борисовка. И я купила вот такой вот новый бальзамический соус. Я всегда покупаю эту фирму. Мне она очень нравится. Предыдущий кончился, взяла новый. То есть, повью сверху еще это все бальзамиком. Вот так вот выглядит мой готовый бигус. И насчет стейка муж неожиданно вернулся раньше времени. Поэтому стейк не успел бы приготовиться. Поэтому я порезала это мясо и сделала из него хохоп. На армянском это называется. Проще говоря, это мясо тушеное в луке. Когда лук превращается в такой соус. У меня вот такой вот зеленый салат. Кроме зелени здесь немножечко оливок, фета и огурцы. И полила я это все растительным маслом и бальзамиком. Всем, кто тоже ест, приятно вопить. Еще раз здравствуйте. Уже в следующий день я с утра занимаюсь тем, что переделываю свой маникюр. Снимаю лак. Я уже вам показывала вот такой вот штукой. Вот такой вот. Купила ее на Валберес за пол копейки. Ссылку оставлю в описании. Классная штука. Несмотря на свою цену. Справляется с работой. Она у меня уже полгода. В общем, без проблем. Я маникюр ей не делаю, я только снимаю лак. Гель-лак. Я раньше, знаете, думала, что как вот люди досят этот гель-лак по годами. Потому что я два раза делаю в салоне, у меня ногти портятся. Оказывается, как я сейчас поняла, что ногти-то портятся не от того, что у вас гель-лак. А из-за того, что вам его неправильно снимали. То есть, раньше, когда снимали его с помощью ацетона, наверное, эти ногти травились. Черт знает как этим ацетоном. Из-за этого становились ломкими, мягкими. А потом, когда стали уже снимать аппаратным маникюром. Один раз я это делала. У меня летели эти бедные клочки от ногтей в разные стороны. Потому что делала она была неаккуратно. И с тех пор, как я стала делать сама, у меня ногти в нормальном абсолютно состоянии. Они плотные, они не истончаются. В общем, с тех пор, как я стала делать маникюр сама, у меня никаких проблем нет с долгим ношением гель-лака. Вот такой вот неоново-желтый маникюр я сделала. Одноцветный, на сей раз надоело мне эта пестрота. Еще раз хочу показать вам вот это вот масло для кутикулы с Валберис. Валберис, оно классное, оно не оставляет после себя жирных пятен. Его втирать не нужно, его нужно вот так вот нанести, 5 минут подождать и потом только втереть. Но потом уже, честно говоря, особо нечего втирать. Оно само все впитывается. Ссылку оставлю внизу. И еще хочу порекомендовать вам пилку тоже с Валберис. Я долгое время не могла купить себе нормальную человеческую пилку. Я люблю вот такие вот, как они называются, стеклянные. Оставлю ссылку, нашла на Валберис обалденнейшая. По качеству пилка, да еще и в чехле, что очень удобно. В общем, кто ищет, ссылочка внизу. Кристина распечатала на листке, как это называется, трафарет, да? И вот они дома с Армине склеили вот такую свинью. Оборжались все. В итоге Кристина отправила в группу курса эту свинью. Там все захотели тоже эту свинью. Она им поскидывает трафареты. Но я с них не могу. Дети великовозрастные. У них в университете 20-24 года. Студенты. И вот от свиньи они в восторге. Ну, реально прикольные. Я сходила в магазин. Купила селедки. Сегодня я не буду мясо делать. Будет у меня селедка и пюре картофельное. Покажу вам, как я делаю селедку по рецепту своей мамы, чтобы она стала еще вкуснее. С луком, с горчицей, с уксусом. Мясо я не буду делать, потому что мы завтра поедем на шашлыки. На дачу снимать я уже это не буду. Здесь страсов мою тоже показывать. В общем, сегодня мясо еще буду мариновать. И еще я купила мешок этой вишни. Буду вишневое варенье сегодня варить. Вот эту сделаю и будет достаточно. Наверное, 2,5 килограмма. Потому что вишни немного, в принципе, не нужно. Это садовая вишня. Здесь ее называют шпанка. Она такая вот очень крупная и сочная. Вот у меня мясо. Его сейчас нужно разделать. У меня есть вот такое вот, которое здесь называется чалакаджа. То есть это ребро и позвоночник. Я хочу ребра отрубить, чтобы у меня были отдельно ребра. Одни вот эти вот части, которые рядом с позвоночником. И у меня есть вот такая еще передняя лопатка. Я ее просто нарежу. Все лишнее вот эти жиры, мыры уберу. И останется у меня чисто филе. Вот я разделала мясо. Сейчас буду мариновать. Для маринада, повторю, для тех, кто не видел. Мне нужна только смесь крупной соли с паприкой. Много лука. И чуть-чуть совсем растительного масла. Все. Больше мы для маринада не используем. Ничего. Никаких трав сушеных. Никаких кефиров. И прочих молочных продуктов. Никаких уксусов. Ничего. Вот. Всего лишь три ингредиента. Ну, четыре, если считать. Это за два. Я уже сегодня столько дел попередела. И вдруг меня осенило, что я еще не завтракала. Потому что мне начало подташнивать. Я даже не вспомнила об этом. Поэтому сейчас позавтракаю. Хотя время уже вообще обеденное. У меня, значит, творог немножечко. И вот такой вот капрезы в моем, так скажем, варианте. Потому что у меня не было базилика. Поэтому я положила то, что есть. А есть у меня дачная это мизуна и рукола. Ну, какая разница, да? Что хотим, то и кладем. Кстати, сегодня я когда заходила в овощной магазин, у них был в лотках зеленый базилик. И написано было, что это рукола. Вот так что здесь вот так спокойняк могут выдавать одно за другое. Люди не знают, прочитают, купят. Не то. Продолжаем бурную деятельность. Вот так вот выглядит замаринованное мясо. Здесь вот оно у меня в контейнере находится. Я его оставлю сейчас на воздухе 2-3 часа. А после этого уберу в холодильник уже до самого выезда на дачу. Потому что у нас очень жарко. И оттуда я его доставать не буду. Это получится... Сейчас сколько время? Ну, где-то получается сутки оно у меня будет мариноваться. Ну, оптимальный вариант. Сутки-двое тоже очень вкусно получается, когда маринуется мясо. Вот. Можно перемешать один раз в процессе, но можно и не перемешивать. Так, ладно, это я отставляю. Кстати, я вот сейчас буду убирать в холодильник черешню. Сегодня купила вот этот вот сорт, который, видите, он такой неравномерный. А крас имеет, пятнами какими-то. Вот этот сорт очень вкусный. Он немножечко более, как бы, собранный. В отличие от темно-бородового, который переслащенный и мягкий слишком. Вот это вот классный сорт. Ну, конечно, на любителя. Для нас это классный. Вот этот и желто-красный. Вот. И давайте займемся селедкой. Итак, что же мне понадобится? Непосредственно селедка. Лук по вкусу мы любим, чтобы было много, потому что лук это тоже маринованный таким образом, очень вкусный. Поэтому у меня большая луковица. Горчица классическая, эта острая горчица. Черный перец. И уксус, разведенный до пищевого состояния. И контейнер, естественно, или там миска, в чем вы будете делать, я буду это делать в контейнере. Так, первым делом нарезаем лук кольцами, либо полукольцами, если вам потом неудобно будет сжевать кольца. И выкладываем его на дно контейнера. Желательно это делать тоненько, потому как так он лучше промаринуется. Селедку аккуратно вскрываем и оставляем в самом лотке вот этот рассол, в котором она солится. А селедку достаем и нарезаем на такие кусочки, которые вам нужны. Здесь один уже такой. Наверное, на такие и нарежу, раз такой. Может, чуть-чуть покрупнее. Так, это пока отставляем. Складываем селедку поверх лука. И сверху накрываем еще луковыми кольцами. Перчим. Теперь берем этот наш маринад из-за селедки. Добавляем в него горчицу. Это все по вкусу. Добавляем в него уксус. И добавляем в него еще немножечко черного перца. Теперь это все перемешиваем до однородной довольно-таки субстанции. Ну, по возможности однородной. Кстати, моя мама вот таким же макаром не только селедку мариновала. Это ее рецепт, я повторюсь. Но она, допустим, и мою соленую таким же образом усовершенствовала. И кильку соленую. В общем, любую вот эту вот соленую рыбу. Так, у нас получается вот такой вот соус. Теперь мы его берем и аккуратненько, чем удобнее-то, наливаем на селедку с луком. Так, чтобы везде-везде-везде это попало. Так, все, накрываем крышку, убираем в холодильник где-то на час минимум, чтобы все это дело промариновалось. Попробуйте, если вы любите лук и селедку, вам однозначно понравится этот рецепт. Я на пюре купила старую картошку прошлогоднюю, потому как из молодой-то плохо получается. В общем, я ее еле-еле нашла, потому что сейчас везде одна молодая. И к чему я завела разговор? Я вот уже говорила, что в последнее время, года, наверное, 4 в Армении появилась вот такая картошка. Вот с такими штуками, которые если не счистить, то при варке у вас получится волосатая абсолютно, ну там, допустим, или пюре, или вареная картошка. Чувство, что она с волосами. И вот так вот она сквозь всю вот эту картошку проходят вот такие вот коричневые нити. Вот объясните мне, что это? У моего мужа версия, что эта картошка специально генетически модифицирована для того, чтобы ее не жрали колорадские жуки. Ну я не знаю, вот для чего. Ну вот почему я, сколько мы за это время в Грузию ездили, не было такой картошки. Где мы там за границей были в это время, нигде нет такой картошки. Вот только здесь я в первый раз увидела, и вот здесь она, ну практически каждая там вторая, вот с этой волосной. И вот по этой причине я, когда делаю пюре, я нарезаю вот на такие малюсенькие шайбы, потому что боюсь, что где-то пропустила вот эту вот волосню, не счистила, и у меня будет пюре испорчено катастрофически. Вот такие вот дела, в общем. На этом я буду заканчивать. Кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи, пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok